Питание – одна из главных составляющих здоровья ребёнка. В этом учебном году охват горячим питанием составляет 88%. Младшие, а также многодетные, учащиеся специализированных классов по спорту и другие нуждающиеся получают питание за счёт городских средств. Старшие же в основном предпочитают быстрые ланчи. Однако требования качества для любой продукции, вне зависимости от того, булочка это или полноценный завтрак, должны соблюдаться безукоризненно, будь то вес или калорийность. Этому вопросу в городе уделяют огромное внимание, ведь речь о здоровье детей. В 2019 году по вопросу о организации питания в учреждениях образования проведены 4 заседания в Бабырской городского спонсорного комитета в феврале, марте, апреле и июне. Все решения выполнены. Из наиболее значимых по трудоёмкости отмечу установку компьютерных программ для расчёта меню. Комбинаты школьного питания – это компьютерная программа здорового питания, учащики – это электронная система составления меню-крошка, и Бабырский мясокомбинат – это один из бухгалтерии. Для учащихся с такими диагнозами, как сахарный диабет, пищевая аллергия, дерматит, бронхиальная астма и фенилкетонурия составлены специальные меню – диетические. На факультативных занятиях юным горожанам рассказывают – правильное питание не только модно, но и полезно. В городе уделяют внимание и эстетике. Реализуется план по модернизации и оснащению школьных пищеблоков. Приобретается новое технологическое оборудование, холодильники и инвентарь. По состоянию на 23 декабря 2019 года учреждение образования на 100% обеспечено технологическим холодильным оборудованием. То есть во всех учреждениях у нас 917 единиц технологического и 478 единиц холодильного оборудования. Специалисты управления по образованию совместно с сотрудниками санстанции регулярно проводят мониторинги. Вопрос питания держит на пульте и руководство горисполкома. После обсуждения важной темы председатель Александр Студнев акцентировал внимание на том, что есть необходимость в проведении семинаров, где лучшие субъекты питания, которые кормят детей в школах и гимназиях, будут делиться опытом с теми, у кого все же есть пробелы. Будь то качество продуктов, внешний вид работников столовой, наличие маркировки или правильное введение документации. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.